Как все-таки сформировать хороший педагогический коллектив? Хорошее знание психологии человека, потому что все люди творческие, и у каждого человека есть свои особенности, и именно подходить к людям с разной точки зрения, с разной позиции, и это является успехом, кажется, любого руководителя и любого учреждения. Насколько вам поначалу было сложно справиться с таким большим количеством, может быть, административной работы? С переездом в новое здание, конечно, увеличилось количество административной работы, но когда коллектив сплоченный, дружный, любые преграды, любые сложности, они очень легко преодолеваются, и от этого именно зависит, какой находится коллектив и командная работа. То есть все были очень отзывчивы, и когда возникали какие-то сложности, всегда шли на помощь. За что любите свою работу? Свою работу я, прежде всего, люблю за то, что мы работаем именно с детьми. И пускай не каждый ребенок, окончив нашу школу, будет великим музыкантом или художником, или хореографом, но у них после нашей школы остаются только положительные впечатления, эмоции, им это всегда пригождается в жизни. Те дети, которые, окончив нашу школу, поступают в высшие учебные заведения, а у нас ежегодно дети поступают в высшие учебные заведения не только нашего города, но и за его пределами. Мы только рады за этих детей, и очень ждем их, когда они приходят к нам работать. Тут, наверное, многие заинтересуются, как записать своего, допустим, сына или дочь в академию спуска подать заявление. Может быть, как-то в электронном виде это возможно сделать? Открывается подача документов у нас 15 апреля. То есть 15 апреля все желающие, которые захотят обучаться в нашей школе, они могут прийти и написать заявление. Помимо заявления им надо будет предоставить копию паспорта одного из родителей, свидетельство о рождении, фотографию 3х4. И обязательно, чтобы узнать способности ребенка, в конце мая, в период с 28 по 4 июня, у нас будут уже вступительные экзамены, где мы будем, например, в области музыкального искусства проверять у детей слух, например, ритм памяти. На хореографическом отделении наши преподаватели смотрят пластичность, выворотность. Художественное отделение обычно дает нашим детям рисовать с натуры. журналистика смотрит на артистичность, умение разговаривать, общаться с детьми. И потом уже, когда дети проходят вступительное испытание, мы рекомендуем и проводим отбор именно по тем направлениям, которые им нравятся. И вся подробная информация, конечно же, будет у нас размещена на нашем сайте с 15 апреля. А в будущем количество направлений еще будет увеличиваться? Потому что, наверное, с каждым годом, может быть, какие-то новые направления еще появляются и будут востребованы. Конечно же, мы будем увеличивать количество направлений. И на сегодняшний день мы хотим расширить границы, возрастные границы нашего обучения. И с сентября 2019 года начать обучение с детьми от полутора лет вместе с мамой. И также, так как у нас в лицензии прописано дополнительное образование детей и взрослых, и начать обучать именно людей, юношей уже старше 18 лет. То есть заниматься со взрослыми. То есть это какие-то группы будут, да, получается? Из, может быть, нескольких, да, человек состоятся? Каким образом это будет? Группы будут формироваться по мере подачи заявлений. То есть начинается у нас сейчас уже вступительный отбор. Мы будем принимать заявления. И уже к концу августа мы, в зависимости от количества желающих, мы будем формировать занятия. И тогда мы уже четко будем знать, сколько у нас будет групп по тем или иным направлениям. В среднем в одной группе у нас обучается где-то 12-15 человек. На музыкальном отделе нет индивидуальных занятий. Формы обучения у нас разные. В каком направлении даже, на ваш взгляд, развиваться Академия искусств? К чему вы стремитесь? Наша Академия искусств – это, во-первых, сочетание классического образования, традиционного и современных технологий. Так как у нас открыты такие направления, как журналистика, техническое направление – это робототехника, моделирование, графика и дизайн. И на сегодняшний день данных направлений пока нет ни в одной школе дополнительного образования. И наше развитие, конечно же, будет зависеть от наших потребителей, это жителей нашего города. Будем анкетирование проводить и узнавать, чем будут хотеть заниматься наши жители. И будем открывать дополнительные направления. Марина Петровна, и, наверное, с чем приходится сталкиваться такого сравнительно молодому учебному заведению, потому что вы же как Академия искусств открылись в прошлом году? Дело в том, что данное здание существует с советских времен. И жители в свое время, в советские времена здесь располагался детский садик. До 2012 года в этом здании располагались судебные приставы. И только в 2018 году проявила себя как в новом статусе в сфере дополнительного образования и с новым еще названием Академия искусств. И поэтому мы столкнулись с тем, что не все еще знают именно о нашем здании, о нашей школе, о наших направлениях. И над этим мы работаем. Ну вот как раз посредством этого интервью есть возможность донести до горожан, что можно именно сюда своих сыновей, дочерей записывать. Огромное спасибо вам за интересную беседу. От имени нашего телеканала ГИТВ я вам желаю еще больше интересных проектов и еще больше благодарных учеников. Марина Петровна, может быть, у вас тоже есть какие-то пожелания нашим телезрителям? Мы будем очень рады видеть всех, кто хочет окунуться в мир творчества. И мы рады всегда творить добро, изучать и творить. А программа «Чемоксара. Культурная столица» и дальше будет знакомить вас с самыми интересными событиями и персонами в городе. Так что непременно оставайтесь с нами и смотрите наши следующие выпуски. С вами была Елена Яковлева. До свидания и до новых встреч. В преддверии празднования 550-летия столицы для воспитанников дошкольных учреждений города Чебоксары запущен новый проект «История нашего города». В течение года во всех детских садах пройдут тематические занятия с целью формирования у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви к малой родине. Данный проект позволит расширить и систематизировать объем знаний детей об истории возникновения родного города, его исторических местах и памятниках. Также в рамках этого проекта в дошкольных учреждениях организуются встречи с известными людьми. Несшим вклад в развитие города и республики. Такого рода творческие встречи оставляют неизгладимые впечатления в сердцах и душах наших ребят. И особенно важны именно живые встречи, которые формируют у наших воспитанников активную жизненную позицию и чувства сопричастности с прошлым, настоящим и будущим, с вами малой родины. Так в Чебоксарском детском саду номер 85 состоялась встреча детей с народной артисткой чувашкой республики Августой Уляндиной и преподавателем музыкального училища имени Федорова Павлова Ольгой Ахтеркиной. Воспитанники смогли соприкоснуться с национальной музыкальной культурой и с народными традициями. Ребята послушали исполнение песни на удивительном инструменте «Домрия», на котором сыграла Ольга Ахтеркина. А Августа Уляндина дала ребятам мастер-класс по развитию певческих навыков. У нас сегодня в гостях была народная артистка Чувашия Августа Уляндина. Нам было очень приятно с ней сегодня пообщаться, петь песни, танцевать. Также она нам сегодня показала мастер-класс, как правильно выговаривать звуки, как поставить музыку. Детям очень понравилось. В завершении мероприятия ребята рассказали стихи о родном городе, спели песни вместе с артисткой на чувашском языке и водили хоровод. Дети остались очень довольны встречей с такими замечательными людьми. Во дворце детского и юношеского творчества города Чебоксары стартовал первый городской фестиваль школьных театров «Магия театра». В рамках этого мероприятия лучшие творческие коллективы, общеобразовательные школы, лицеев, гимназии и учреждения дополнительного образования распахнут свои двери для всех желающих. В конкурсе с февраля месяца уже принимало участие 15 театральных студий. В жюри входили известные артисты, театральные деятели. И были отобраны 9 постановок, 9 театральных студий, которые сегодня на сцене представят анонс своих постановок. Заместитель главы города Чебоксары Николай Владимиров отметил, что проведение такого фестиваля особенно важно потому, что именно в школьных коллективах начинают свой путь будущие звезды российской сцены. Как уже известно, 2019 год объявлен президентом страны годом театра. И мы, руководство города, решили достойно отметить на территории нашего муниципального образования этот год театра. И как сегодня видим, проводим первый городской фестиваль школьных театров, магия театра, где творческие коллективы наших средних, общеобразовательных школ, представили свои работы, представили свои мастер-классы, показали свое творчество, свои таланты, свои познания в творческом искусстве. Мы сегодня видели постановки различные. И нам приятно, что наше молодое поколение занято важным делом. Они проявляют себя, развиваются в культуре и дают пример нашей молодежи, как вести культурный образ жизни. В Чебоксарской гимназии номер 5 тоже есть своя студия, где ребята могут совершенствоваться и развивать свой талант. Здесь они осваивают азы театрального и киноискусства. Но, конечно, эти два вида творчества довольно сильно отличаются друг от друга. По актерской работе есть значительное отличие. В кино можно переснять дубль, в театре это не сделать. То есть как ты показал на сцене, так и показал. Дублей там нету. В этом и отличается. Ну и сходства, естественно, тоже очень много. Но кино сложнее еще тем, что там помимо актерской работы полно всего-всего. И оборудование, и техническая составляющая очень большая. Дарья уже давно занимается актерским мастерством. И в будущем она планирует сделать это увлечение своей профессией. Я очень общительная, наверное, поэтому я пошла в театральную студию. Мне очень легко удается всеми заговорить. Я ничего не стесняюсь. Я открытая, свободная. Так что любое представление без преувеличения можно назвать настоящим волшебством. Фестиваль «Магия театра» продлится до 24 апреля. По окончании марафона все коллективы вновь соберутся на одной сцене, поделятся впечатлениями и покажут свои самые лучшие постановки. Елена Яковлева, Илья Волков. Специально для программы «Чапоксары. Культурная столица». 2019 год. Год театра в России. В целях развития театрального искусства проводятся тематические мероприятия, всевозможные конкурсы, выставки, концерты, спектакли и многое другое. Так, во Дворце культуры «Салют» прошел финал ежегодного конкурса «Читецов. Я читаю наизусть». Среди воспитанников детских образовательных учреждений города Чебоксары. Цель проекта – пропаганда театрального искусства через привлечение детей к чтению литературы. Организаторы приурочили конкурс «Году театра в России». Если в прошлом году мероприятие, это было посвящено юбилею Ивана Яковлева, то в этом году мы посвящаем наше мероприятие празднованию «Года театра в России». Поэтому наши стихи звучат о театре, отрывки из Нарспи, то есть произведения, каким-то образом связанные именно с этой темой. Во дворочном туре приняли участие более 60 детей от 3 до 7 лет. Ребята читали басни, стихи Александра Пушкина, Сергея Михалкова, Самуила Маршака, Сергея Есенина и других авторов. Участники конкурса серьезно подготовились, показав на сцене свое мастерство и оригинальность исполнения. Родители педагоги постарались, чтобы дети выглядели как настоящие артисты. Вот и воспитанник детского сада номер 202, Михаил Ермошкин, одетый в костюм, рассказал зрителям стихотворение «Воспитанный верблюд». Это уже не первое его выступление на сцене. Своё первое большое стихотворение он рассказывал в 4 года. Я учу его очень-очень быстро, и мне тут очень-очень нравится. Жюри во главе с директором 20 культуры «Салют» Натальей Фошиной определили финалистов конкурса. Особое внимание обращалось на выразительное чтение, интонацию, мимику, жесты, подбор костюмов и атрибутов, соответствующих содержанию произведения. Критерии в первую очередь – это артистичность, это умение подавать информацию, четкость речи, ну и, конечно же, какое-то оформление, костюм и музыкальное оформление своего стихотворения. Все участники конкурса были награждены дипломами и благодарственными письмами. Победителям были вручены кубки и памятные призы от Дома культуры «Салют». Анна Гаврилова, Илья Волков, Чебоксары, культурная столица. Государственный орденознак почёта «Русский драматический театр». 9 апреля, 18.30. Спектакль по произведению Лопе де Вега «Учитель танцев». Чувашский государственный академический драматический театр имени Константина Иванова. 9 апреля, 18.30. Спектакль по произведению Фёдора Павлова «В деревне». 10 апреля, 18.30. Мюзикл «Во мне душа пихом пара». 12 апреля, 18.30. Комедия «Миллион терзаний». 13 апреля, 18.30. Комедия «Даже Ванька женится. Ай-яй-яй». 14 апреля, 18.30. Спектакль «Потерявший сон». Чувашский государственный театр оперы и балета. 10 апреля, 18.30. Балет «Опасные связи». 11 апреля, 18.30. Балет «Эсмеральда». 13 апреля, в 12.00. Балет «Конёк-Горбунок». 14 апреля, в 18.00. Галла-концерт. Чувашский государственный театр «Кукол». 12 апреля, в 18.00. Спектакль «Заяц-победитель». 13 апреля, в 10.30 и 13.00. Спектакль «Принцесса и свинопас». 14 апреля, в 10.30 и 13.00. Постановка «Муха-закатуха». Редактор субтитров А.Семкин